Мы очень рады, Миша, приветствовать сегодня здесь, в нашем подпольном кафе. И я присоединяюсь ко всему, сказал, что Михаил, самое лучшее, что было за этот месяц, это 8 марта. Я считаю, что этот день вообще должен 3,65 года или 3,66 продолжаться, если високосный год. И как-то... С таким азартом мужики пили на 23 февраля все, кто служил, кто не служил, и кто вообще не... И гомосексуалисты там, и хрятная, все защитники отечества. Я не понимаю этот защитник отечества. Это там, как это... Беспекой под кевщиной, что ли, по-уградански звучит, защитник отечества, не каждый. Вот 8 марта, исключительно мирный, исключительно праздник. И вот нам, Миша Калинкин, он правильно говорил про спецназ-то, повезло или не повезло, но, скорее всего, повезло. Богатая судьба получается служить в этих совершенно уникальных подразделениях, практически... Вот он, мы говорим, большой брат, древняя самая разведка, военная разведка. И я, как вы знаете, комитет госбезопасности, диверсионно-разведкового импорта. И знаем, что такое стоит женская любовь и верность. Потому что, не знаешь, ты будешь завтра или не будешь. Главное успеть, пока живой, да любить. Кого? Даже не родину, женщину. И ждать тебя должна не родина, родина или отечество как-то. Не очень хорошо нас встретило в 89-м году, заканчивали войну. А вот те, кто нас любил женщину и любят до сих пор, вот это был самый главный якорь, повод для того, чтобы вернуться живым домой. Вот, низкий поклон всем женщинам, потому что любить-то женщину этого мало, надо ее сначала уважать, поскольку все мы родины женщины. А это у нас, если посмотрите, уже вспоминали, и Дом-2, и Собчак, и эти инфузоры, и планктон, которые там непонятно чем заняты. Это не женщины, даже не девушки, это такие гуманоиды женского вера, как это называется правильно. А к вам, дорогие наши, вот я думал, что спеть, у меня нет, к сожалению, песен, есть лирические, но все же песни, без исключения, даже для войны, все равно посвящены женщинам. Я-то о этом подумал, давайте я с вашего решения спою три письма на правильные любимые женщины из Урганистана. А четвертые тоже любимые женщины, ну, я уже выше сказал о том, бывает так, что одной любимой женщины мало. Так что, ну вот, первое письмо. Всего на родину написал шесть писем за год пребывания, и хотел, чтобы к цензуре урода, вот там все, вот обновили. Как слышно вот эта гитара? Требежит, да? Нормально, нормально. Значит, письмо первое. Написано через полгода пребывания. Началось с того, что во втором письме через четыре месяца я попросил послать фотографию своей семьи, а у меня близнецы. А если вы вчера записывали? Прислали фотографию. Сограли, почему-то им все рыжие. Все трое, жена и двое детей, все рыжие. Но я, как у нас все вешали, повесил там, рядом с автоматом на стенке, висела. Но это вот такая песня. И тут задул афганец неприятное явление в Уменистане. Мельче пудрой лезет во всех, и щели глаза, в уши, в носа и ваше. И ничего не остается, как себе писать письмо. Боевых нет, ничего нет, вспоминаем о любимых. Желтой пылью наши окна запорожены. Третий день, афганец бродит по горам. Я весь вот тебе пишу, моя хорошая, Из провинции на горный Бонаршан. Мне поет на горы грусть магнитофонная, А вокруг столпились горы наяву. И живу я здесь за садами и колоннами, А еще твоими письмами живу. И отмечено, уставили в Коране ли, Для чего живет на свете человек. Здесь сошлись два века в противостоянии, Век двадцатый и четырнадцатый век. И здесь не верю ни в Аллаха, ни в Иисусы я, Десять заповедей душу не томят. Вся религия моя, головки русые, Сыновей, что с фотографией глядят. И ни к чему здесь новомодные традиции, Все уставы здесь не значат ни черта. Пью я водку с подполковником милиции, Он милиции московской не читает. Пью за дружбу боевую настоящую, Пью за то, что он не смотрит свысока, Что меня он, не ходячего, не зрячего, Шесть часов тащил по скалам до полка. Может быть, мои сумбурные каракули Разбирать ты будешь слезы не таять, Только сделай так, родная, что не плакали. Письмо папины читая сыновья, И только верь, и по законам человечности Будет встреча, будет новая весна. Письмо второе, не написанное и адресованное Другой женщине, которая тоже дала и любила, И с Марлиной, что надо. Прямо то, что была замужем давно, Но я думаю, что жил в этом. Вот такая случайная встреча, Но не была случайной просто. Некуда было деваться, Кратковременную командировку в Москву, Покричать до ухода, Сопроводить 200-й, И не маленькие ребята, А вертолетчиков. Вообще, чем больше женщин тебя любят, Переживают за тебя, Чем надежнее, вернее ты вернешь и живу ко всем. Причем возвращаться нам не ко одной, Как я бы тебе любил, Это может быть сестра, Это может быть жена, Это может быть любимая, Это может быть другая любящая женщина. Это мощная сила, Когда тебя любят и ей к кому возвращаться. Вот это мы можем. Здравствуй, это я, Прости, без приглашения, Но сегодня пятая ферда, Я хотел тебя поздравить с днем рождения, Что давно не празднуешь, а как? Постоим немного у дверей, Я лишь на минуточку прости, Так бывает в жизни у людей, Вновь пересекаются пути, Как живешь, надеюсь, Все в порядке, Замужем, С одними друзьями, Помнишь, как с тобою В старом парке Прятались под кленом, А в дожде Я запомнил Сгут стола в дожде, О губах и стула Моих твоих, Но не смотри тревожно на меня, Я от этих губ Котово твоих Очень изменился, Что же может быть? Ставит нас до сроку Седина Нет? Да? Да, Очень изменился, Прошу прощения, Что же может быть? Ставит нас чужая сторона, Там же Не прячься, Не прячься, Нет, Там же Простите, Я просто улетел, Куда-то мыслили И забыл, Чего поет, Все вспоминается, И не очень весело Просто задать, Ну, не важно, Очень изменился, Что же может быть? Ставит нас чужая сторона, Там же Не прячься, Судьба, Потому, Судьба, Седина, Что тебе расскажешь Про войны? Не надо мне Рассказывать сейчас, В следующий раз Я все скажу тебе, Если будет В следующий раз. А счастлива ли ты Как живешь? Счастлива ли ты Вопросы с кинолентой? Где герой Солнит хэппи-энд? Так в кино, А в жизни Проездные документы Снова Покапул Через Ташкент Он будет таксист, Не может больше ждать, Видно, Молода в нем На чай Вот и все, Меня не надо Прогнал Я пошел Счастлив Прощай Он будет таксист, Не может больше ждать, Видно, Молода в нем На чай Вот и все Мне Не надо Провожать Я пошел Ну вот сейчас Прощай Беда в том, Что вот я Начинаю все вспоминать А это совсем не нужно И забываю О чем поедем Письмо 2-е Письмо 2-е Жив и здоров Ни контужен, Ни ранен А в остальном Догадайся Сама В Афганистане В Афганистане Жизнь не уместится В строчке Письма В Афганистане В Афганистане Жизнь не уместится В строчке Письма Даже на самом Широком экране Не показать Что такое война В Афганистане В Афганистане Правда оплачена Нами Сполна В Афганистане В Афганистане Правда оплачена Нами Сполна И ты не прочтешь Популярно в романе Как проверяются Судьбы в бою В Афганистане В Афганистане Прямую историю Пишет Свою В Афганистане В Афганистане Прямую историю Пишет Свою Кто-то поднимется Кто-то не станет Сердце разбит Огранитную твердь В Афганистане В Афганистане цены иные, На жизнь и на смерть. В Афганистане цены иные, На жизнь и на смерть. В Балхе, в Герате, в казни в Бадахшане, В скалах Заланга, в песках Чардары. В Афганистане, в Афганистане Время не выветрит наши следы. В Афганистане, в Афганистане Время не выветрит наши следы. В Афганистане, в Афганистане Время не выветрит наши следы. А поутру… Понимаете, они не очень веселые песни, но это вот то, чего не хватало всем. Любви теплан женской, ласки… Были женщины, Миша сказала, правильно, абсолютно. С одной стороны, не место женщин на войне. Когда я слышал, что в нашей доблестной российской армии 36 тысяч только в одних ВДВ службах, мне становится грустно и обидно за нашу армию. Это не армия. Это израильский спецназ, где служат женщины или даже батальон тот, который охранял подлет смерти женщин, набранный зимнего дворца был, который ни в кого не стрелял. Он тихий мир за суд до того, как пьяная матрасня полезла на дезертирую фронту, полезла на грани. Это в 17-м году. Там были все георгиевские кавалеры. Но они были красивыми женщинами. У меня фотография вытащила, вытащила фотографию. Все георгиевские кавалеры. Настоящие женщины. Они не могли стрелять мужчин, понимаете? Не могли. Вот. Поэтому вот такая песня тоже. Это все можно назвать. Нет, ведь письма с войны. Все женщины. Когда солнце со скам пойдет В этой тайне чужой стране И гитару опять запоет На далеких друзьях о тебе И гитару опять запоет На далеких друзьях о тебе Наш еще не зашелся рассвет Нам с тобою пока суждены Рассывания по тысяче лет И свидания во трактах войны Рассывания по тысячу лет И свидания во трактах войны А сам не плетется сoda Ты не верь, чем спасения нет Ты же упомнишь, в траваи всегда Отрывал я счастливый билет Ты же упомнишь, в траваи всегда Отрывал я счастливый билет Я по огненным тропам хожу, С подошвой своих сапогов. Сколько песен еще напишу, И друзей я в ряду и врагу. Сколько песен еще напишу, И друзей я в ряду и врагу. Что же песен добавить еще? Если бы кончилось все наконец, Я б, конечно, тогда предпочел Гриф, гитары, целью, АКС, Но я бы, конечно, тогда предпочел Гриф, гитары, целью, АКС, Но опять наполняет приказ. Мы шагаем навстречу судьбе, До свидания, и в следующий раз Я пою эту песню тебе, До свидания, и в следующий раз Я пою эту песню тебе. И я бы еще ваше решение Горжусь, 20 лет уже, 25, да? 28-28 лет? Да, первичный, нет? Что я единственное, написал песню, посвященную афганке, натуральной афганской женщине. Не какой-то активистки-сарандои, не бойца, командосы, просто обычной девочке, в общем-то, из кишлака. Имя Махтуба, это таджикский или узбекский, я не знаю, в каком имя, очень. Махтуба. Ну, эта песня называется так, Махтуба. Это не со мной произошла, к сожалению, в великую, такая-то романтическая история, но я слышал от него товарища одного, который мне рассказывал, написал песню. Ну, всю жизнь жалею, что я там и герой этой песни. Но, как я чувствовал бы на его месте, я вот так написал. Так, Махтуба. Звали женщину тут Махтуба, а не женщина, просто девчонка, как простинка, тонка и слаба. Махтуба, ты тащила меня по воронкам, а потом, разорвав парамжу, бинтовала горячий рак в кишлаке под названием Ахжу, на колонном пути под Ахшан. Махтуба. Махтуба, словно ветер на склонах поет, Махтуба, не нужны мне три года в зачет, Я пошел в туатаку опять, Только время не движется спять. Помню родичей стайку твоих, Небу тянущих тонкие руки, Ты сказала одно, шурави, И они отшаткнулись в испуге, А потом болевой медсанбат И врачей утомленные лица, Я хрипел им мне мой автомат, А он мне скоро теперь пригодится. Да не нервничай, все про тебе, Тут какая-то фея из хада Принесла поутру в КПП, Пистолет, автомат и гранаты. Махтуба, словно ветер на склонах поет, Махтуба, не нужны мне три года в зачет, Я пошел в туатаку опять, Только время не движется спять. Вот и все, я вернулся домой, Затянулись военные раны, Только как-то связалась с судьбой, Та девчонка из Афганистана, Я не помню почти ее глаз, Что запомнишь, придуман в тумане, Может, кто-то другой меня спас, А может, вычитал в старом рамане. Вот только ветер поет, Махтуба, И куда-то зовет Махтуба, Я пошел в туатаку опять, Только время не движется спять. Махтуба, словно ветер на склонах поет, Махтуба, не нужны мне три года в зачет, Я пошел в туатаку опять, Только время не движется спять. Я пошел в туатаку опять, Вот только время не движется спять. Так, еще одну песню. Называется «Архимир бессилия», Но это действительно другой мир, Другая планета, Совершенно нами не известный, Большинству не известный, Можемешний житель, Я даже не знал, Кто там в Таджикистане проживает, Хахина в России, Кто-то там мне москвичут, А тут Казиазская страна, Замечательная страна, И хочется завернуться очень, И не на одном, Только в том же составе, То же самое время, Но это невозможно. Но это вот, Это письмо, Четвертый, третий просчет. Этот мир без тебя, Просто голые скалы, От палящего солнца Не спрятаться в тень, Где душманские буры В берегу коревал, И в тревожных рассветах Рождается день. Где душманские буры В берегу коревал, И в тревожных рассветах Рождается день. Этот мир без тебя Пересчеркнут ракеты, И погибшим друзьям Не закончился счет. Здесь измерена жизнь Пулеметной лентой, Караваны тропою И чем-то еще. Здесь измерена жизнь Пулеметной лентой, Караваны тропою И чем-то еще. Здесь измерена жизнь Пулеметной лентой, И чем-то еще. Здесь измерена жизнь Пулеметной лентой, И чем-то еще. И в сердцах души Надежда жива, Здесь в сердцах уживаются Ярость и жалость, По-прежнему в душе Надежда жива. Этот мир без тебя не изменит и вечер, Мир нежданных разлук не звучает повстреч. Здесь ремни автоматов врезаются в плечи, И звучит она странная, странная речь. Здесь ремни автоматов врезаются в плечи, И звучит она странная, странная речь. Этот мир без тебя, он расколот войную, И хлыстрел вскачет по склонам крутым. Этот мир без тебя все же полно тобою, И становишься ближе, далекая ты. Этот мир без тебя все же полно тобою, И становишься ближе, далекая ты. И становишься ближе, далекая ты. Всем известно, да? Мужчин не воевает, даже по приказу он не будет воевать. Но я не знаю, как сейчас наши российские армии ждет дела. Очевидно, можно жить, с дубинками избить, Внутренние войска могут лопатками зарубить, Кому-нибудь десантники тоже самое. Чего-то первого в этом мире в армии у нас нет, и нет офицеров. Единственный представитель, кого я знаю, очень близ, замечательно. Скажи мне, что ты поешь, а я скажу, кто ты. Вот это Михаил Калинкин. Настоящий офицер Саши. Ищи себе несколько людей. Вот. Поэтому только для женщин все. Ну во-первых, война что-то такое, где один говорит другого, Но солдат рожденный женщина застаивает ее, защищает ее. Не Родину, а вот конкретно. Женщина, как слабое существо, на самом деле, женщины очень сильные. На самом деле. Не будут женщины, не накормленные и без крыш, любой миг спросить и рожать мальчиков. Не будут одни девочки. Это закон жизни такой. Женщина в то же время совершенно непостижима по своим возможностям физическим. О чем тоже наука вся эта знает прекрасно. И вообще, сейчас скажу такую вещь парадоксально. Любому мужчине утром после варны достаточно клянусь в зеркало, Никто об этом не задумывается, клянусь. Даже иначе сейчас скажу, да? Нет? Ну вот с трех раз угадайте. И увидит он что? Он мог бы подсказать. Самого себя по пояс обнажетки до мертвых просто. А дальше что он еще увидит? Я не знаю кто ты, но я тебя помню. Нет. Да он увидит ему. Тогда еще одну наводку даю просто резко. По христианскому поверю, там Господь Бог, создал мужчину по своему подобию, да? Второй вопрос, когда ответит на первое задание. Кем был Господь Бог своевший мужчина? По своему подобию? Неужели догадываетесь? Никогда в голову не приходило? Еще посказали. Рудименты как называть. Что это такое? Ну я не буду перед вами раздеваться, вы мужчины знаете. Вспомните. Вы голову мужчины видели когда-нибудь? Не дай Бог. Нет? Никогда женщины, что женщины такие, ни одного обнаженного мужчины. Хотя бы по такси. От горла до этого самого. Нет? Ну грудь зачем мужчине? Две. Ну скажите мне, ради Бога. Тургиментальными зачатками молочных желез. Понимаете мою мысль, да? Если мужчина первый, Адам, создан по образу и подобию Господу Бога. Кем был Господь Бог? Женщины. Ну абсолютно верно. Половина ученых, ну я правда, занимаюсь историей дохристианки, половина ученых настоящих нормальных не продаж, не продаж, не продаж, они считают. Первый на земле человек, Homo sapiens была женщиной. И от нее все рудименты к нам переходят. Я слабо женщине пою, может быть там натуралитично, но вот мужчина женщину сделает на Филиппинах там 3-4 часа. И я ни одного не знаю, ни у нас, ни на Филиппинах, кто бы из женщины сделал мужчину. Не поддается это, нельзя. Почему-то вот. Физически нельзя, медицинки нельзя. Хотя мужчина может при большом желании выносить ребенка, и даже кесарнуть его в этом ребенке будет живой. В принципе, ну это что-то куда-то меня понесло. Астапа понесло. Не важно. Песня про женщину. Еще, еще, еще одна песня. Ну ладно, это я хотел уже не про песню, а про войну. Про деревню. Про деревню, да. Про женщину, если честно, не правильно. Слава тебе, господи. На форму, друзья. Вот эти ощущения, они бывают наставлические, когда там 17 лет, 18, 19. У всех одинаковые. У женщин, у юношей. Бывает 30 лет, что гораздо хуже. Бывает 40 лет. И впитать до конца жизни у мужчин. Тяжелее всего. Но вот это вот такая. В этой деревне, где я пребываю с 92-го года, много еще происходит. И что происходит в Москве, не знаю. Оттуда гораздо лучше. Выпали там, чего угодно. Перворот. И все это мелочи. Опять же, по сравнению с любовью женщин, которые приходят сюда опять прощать. А мы стоим, прощаемся с тобою, у двух заветных Старых табалей. А все погас, и песня не допета. Пусть нужных слов еще немало есть. Но мы молчим, промчалось наше лето, Когда еще увидимся Бог весь. Но мы молчим, промчалось наше лето, Когда еще увидимся Бог весь. А было так, вначале было слово Неумовимо, легкое, как дымо. Все, что дальше, в общем-то, не ново. Не осудил, и будешь не судим. А все, что дальше, в общем-то, не ново. Не осудил, и будешь не судим. Смешались все рассветы и закаты. И что хотелось каждому вновь? Мы лишь в одном с тобой не виноваты, Что слишком быстро лето пронеслось. Мы лишь в одном с тобой не виноваты, Что слишком быстро лето пронеслось. Я посреди деревни на рассвете Прощусь, целуя кончики лесниц. И пусть плетут досужие соседи Про нас еще одну из небылиц. Нас разнесут по городам и в лесу Стальные стрелы скорых поездов. И все, что было осенью за навеси Тяжелой шторой сизых облаков. И все, что было осенью за навеси Тяжелой шторой сизых облаков. Извините, что я так... Для меня присутствует достаточно Большого количества женщин Просто как лоток кислорода. Потому что приятнее петь. О любви, о чем-то, чем о войне И бог знает еще о чем-то. А поскольку у нас тут компания В основном мужская и суровая военная, То действительно весной для меня Принял сейчас весна для меня. И чего с себя весна уже началась? Вот видите, да? Постригся к этому поводу. Постригся к этому поводу. Я говорю, да все. Весна пришла, под шерсток выпал. Зимняя осталась щетина одна. Меняю, товарищи. Ну ладно, нельзя. Так удобнее просто. У вас, правда, долг. Зато я счастлився быстро. Вот тоже с тобой это назвать. Дерево называется Власевский. Все песни, которые написаны там, Ни одной, ни о войне, ни о политике И это все потом вот. Как стал там жить, я стал просто И о любви, конечно, вообще. Вот. И прошлое, и там, возможно, и будущее. Не важно. Хорошие чувства и не важно. И вот такая песня. Кончается лет, как всегда. Блин. Летом набегает огромное количество. Больше трех тысяч народов. В эту маленькую деревеньку. Зимой никого, слава богу. Где там еще три мужского повода существа. А остальные, старушки, бабушки, женские, двенадцать человек. Больше никого нет. А летом начинаются пляжные романы. Как всегда, драки за женщинами. Чего-чего? Требости. Терзание взаимной друг другу. Ну, это в том лоббе. Ну вот. А мы так уже, старые зубры, Смотрим на все это спокойно, Покуривая там с крыльца. Вот и все. И костры погашены. Возле Волозьевских наболей. Закрылось солнце за дальней пашней. И не жалей его, не жалей. Все, что было уже вчерашнее. И до будущей весны. Так шумели романы клярные. А доснились шальные сны. Ох, осенние расставания. И как водится с давних пор Несерьезные обещания. И безответственный договор. Остается молчать и хмуриться. Сигареты в сердцах дымя. А вон она проходит по улице. И не твоя уже, и моя. Облака потихоньку укатятся. Собираются в дрине. День другой и дожди заладятся. И туманы сползут в реке. И неспешно собравшись силами. Меж осенних холодных звезд. Загрунтует зима белилами. Это слишком уж и острая холст. И неспешно собравшись силами. Меж высоких осенних звезд. Загрунтует зима белилами. Этот баллазистый пустый холст. Жизнь на земле в принципе невозможна без женщин. Не общаться. И у кого-нибудь она тоже. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо и до свидания. Счастья вам. Хорошо отдохнуть. Весна не за годами. Будет обязательно. Недели через две точно. Завтра для вас. Приходите к нам еще на концерт. Всегда рады видеться. Так. Есть любовь или нет? Ну это Валентина покойного. Но он не обидится разрешил его петь. Не как некоторые там. Затворники монаховские. Ну не важно. Тоже о любви. Но он, Валентин, он начал эту серию. Во власти. Давно. Он был заслуженным учительом Российской Федерации. И номер М. Еще с детства. Дет с 15. Общество Корсар. Где были две девчонки всего. И восемь ребят. Это нечто. Но об этом другие песни. А эта да. Вот эта песня. Она. Песня уже много лет ходит по Лухаевскому району. В музыкальных школах. И в таких школах ее привыкают. Она простенькая. Замечательная. К сожалению, нам не удалось на могиле. У нее жена осталась. На могиле Валентина. И написать строчки. Есть любовь или нет. Я не знаю. Есть любовь или нет. Я не знаю. Но я знаю. В далеком краю. Ведь большая. Поляна лесная. На черемухах. В белом дыму. Ведь большая. Поляна лесная. И черемухах. В белом дыму. И девчонка в коротеньком платье. Солым бантиком брусы и кассет. Убегали. Мы с ней на закате. Возвращались домой в поросе. Убегали. Мы с ней на закате. Возвращались домой в поросе. Были ночи полными соловьями. Поцелуями ласковых губ. Звезды мерцали у нас под ногами. Освещая таинственный путь. Звезды мерцали у нас под ногами. Освещая таинственный путь. Есть любовь или нет. Я не знаю. Но я знаю. В далеком краю. Ведь большая. Поляна лесная. И черемухах. В белом дыму. Ведь большая. Поляна лесная. Вечерем. Любовь. Там если не очень устали. Я к женщинам обращаюсь. Мужики извините. У нас потом. Как обещали с коллегами. Поем песни. Я женщину про женщину. Значит. Есть еще одна песня. Я не помню в каком году. Сколько лет. Мне он 15-16. Я 14 лет пишу всякие песни. Про геологов. Он попал в лес на вторую войну. В журнале смена. Замечательный. Вот Юра знает. Кто автор. О чем я сейчас буду говорить. Я запомнил 3-4 строчки. Сначала и в конце. Но. Может быть я неправильно делаю. Я писал фильм. Потому что не запомнился. Первый раз. Таинственный монарх. Нас оставался. Ширякова по 8. И эту я тоже взял и доделал. Как я чувствовал. Много лет спустя. Взрослый стал. Вот это вот как засел. Хорошие слова. И должны пропадать только потому, что я забыл. И не помню. И невозможно. Я сейчас пою. Авторство. Признаю свое частично. Мелодия моя. Вот это. Практически полностью. Ну. Ну. Кто готов разделить гонорар. С тем, кто отзовется. Кто-то все подписывает. Ты опять в губах тарифы вернешь. Голову чуть на бок наклоняй. Ты опять не веришь и не веришь. Смотришь без улыбки на меня. Ты опять не веришь и не веришь. Смотришь без улыбки на меня. Веселый шове христо characters. Чего не надо говорить Вечерее не прощаться надо И никто не хочет уходить Вечерее не прощаться надо А никто не хочет уходить Пусть не наш с тобой этот вечер Слышишь, мать, зовет тебя с крыльца Вот только ждать на будущей встрече Не желают руки и сердца Но только ждать до следующей встречи Не желают руки и сердца И не надо, мой сын и Бог Прятать глаз, отчаянную грусть Чем тебе поклясся недодрога В том, что обязательно вернусь Чем тебе поклясся недодрога В том, что обязательно вернусь И не в силах яблоки ответы Как собрать, не чая помогли Все тепло ромашкового лета Вечерее загорел я твое Все тепло ромашкового лета Вечерее закатил я плодом Листопад легко порощу бронь И на четвертах Он стоит в теремат Пускаю тропинкою уходи Девочка с травинкой уходи Пускаю тропинкою уходи Девочка с травинкой уходи Песен, которых вот... Время есть еще? Есть или нет еще? Есть? Мишка, есть еще время? Десять минут Десять минут Я вообще хотел... Вот такая неприятная история произошла Не будем наизостряться Это такой творческий конфликт и везде Я много песен писал с самого начала Просто потому что не хватало времени И нежелания Были замечательные песни Напитаны замечательными исполнительными Поэтами, авторами Высоцкий, Городницкий, Висборг Что не требовалось Просто надо было чуть-чуть Они уже были заранее Как-то люди видели, что будет еще война Большая война, десятилетняя У Афганистана Не важно Я их пел Пел в Афганистане Потому что они... Там никто ничего не пел А я пел те песни, которые любил и знал О войне Ну, а женщина в войне Обо всем Об ощущениях Но когда начался кипиш в интернете Я решил больше никогда не петь чужих песен Вот этот последний раз Я пел сегодня Никогда и ни за что Ни почему Но вот была у меня особая идея Я может просто взять Да все эти песни там набралось Канавал прислал Все песни, которые почти не пел Никогда Можешь их спеть, но последок И больше не закрыть эту тему Песни, что и слова Но я сейчас пою все равно Потому что... Палялся Песня на мотив Я это не знаю Да, на мотив Высоцкого Знаете эту песню? Здесь вам не равнина Здесь климаты ноя Здесь горы вершины и солнечные злой И медленно по серпантину Кого на пол идет Опять засада А ну держись Дешевле копейки стоит жизнь И только случай решает Кому повезет Опять засада А ну держись Дешевле копейки стоит жизнь И только случай решает Кому повезет Броня БТР Раскрыта Ему недолгая жизнь дана До первой мины До первой РПГ А ты не машина Ты человек Глядит 14-й век Тебе в лицо Сквозь прицел КПВТ А ты не машина Ты человек Глядит 14-й век Тебе в лицо Сквозь прицел Капарат Гудит под пулями Броня Пытается смертно Снять тебя Ты ей не раз И не два глаза глядел Но сквозь Пороховой туман Ты слышишь гром И вой душман И землю пробили Десятки огняных стрел Но сквозь Пороховой туман Ты слышишь гром И вой душман И землю пробили Десятки огняных стрел Стаковый рог Ушивьет Над нами Боевой вертолет А ну-ка теперь Посмотрим Чего возьмет Пускай ты летчик А не Бог Но больше Бога Ты сделать смог Спасибо, дружище За нами не пропадет Пускай ты летчик А не Бог Но больше Бога Ты сделать смог Спасибо, дружище За нами не пропадет И тоже выручим Не раз С тебя Как ты сегодня нас И выпьем не раз За дружеским столом С тобой за тех Кто не дожил Кто не допил Не долюбил И никогда не забудем Мы о ком С тобой за тех Кто не дожил Кто не допил Не долюбил И никогда не забудем Мы о ком Здесь на войне Как на войне Здесь дружба ценится Вот на войне А потому За дружбу Второй стакан За нас с тобой За дом родной За этот день За этот бой И даже черт с ним За этот Афганистан За нас с тобой, за дом родной За этот день, за этот бой Даже черт с ним, за этот Афганистан Вторая песня Там ничего не пьет Песня Городневского, замечательная песня Не знаю, про кого написано Я знаком с Александром Городневским Но я никогда не спрашивал Или про себя Те, кто уезжает куда-то в неизвестность Эту песню, про то Покидает свой родимый город, своих любых друзей Вот эта капель Нам разлук с тобой Знакомый Как в вечной стене Просил Он горит у подъезда Дома Неуютный глазок Такси Чемодан вынесут Родные И зеленый огонь Погас И плывут Твои мостовые Может, нынче в последний раз Город Ты не тревожный Ты не тревожный И не ждать на твоих двоих подзалов И стоять на твоих мостах Но времени было мало И прижиться в этих местах Как приехавший Как приехавший, как впервые Не могу отвести я глаз И плывут И плывут твои мостовые И плывут И плывут твои мостовые И плывут твои мостовые Может, нынче в последний раз Ну, вторая Там много чего изменено Но, суть Часть слов осталась Она была по месту Просто написана Песня Дисбора Альпинистская песня Он хороший написал Хороший писал песни Сам он был альпинистом Я любил этого человека За его репортажи За его песни Такие душевные простые И много у него Сейчас он Гораницкая Угусловская Но это мой ралис Практически Он чуть постарше Ну, вот Вертолеты Главное оружие Поддержки В Афганистане Больше ничего нет Средства доставки Транспортные Самые большие потери В соотношении Был у вертолетчиков У летчиков меньше Вертолеты летают низко В предписанных высотах Они не могут Прицельно стрелять И в Нурсной работе Не могут Им надо отпустить Они же Опускаться нельзя Большие потери По бронтиму Которая песня Он просто сгорел Вертолеты Вадим Бурагу Правый летчик С 7-8 При постановке С воздухоминирования Проходов Горами Там где входят С 3 границы Вот так сказать Но вот Они Ребята Женя Ранс Не все веселые были Все Кмурых не было Никогда Вертолетчики Знают У них Много еще не было Шоколада не было Макаронки Картошки не было Ничем не было И не было Десяти дневного Пусть 300 дней Пребывания Десяти дней В союзе Ничего у них не было Они воевали Там беззаветно И вот это разговор Вертолетчиков Духа Вот И поминки До нашего стола А знаешь Приятеля Давай О другом Опять Про полеты Пограмм Пограмм Петиши Не хочется Что-то Давай Помолчи А что ты Глядишь там Картинки Гляжу А что ты там Шепчешь Я песню Твержу Ту самую песню Какую же еще Ту самую песню Про слезы Со щек Ну что там С погодой Нормально Пока Наутро К Паржеру Уходит Борта Пропеллеров Звон И команда Она взлет А сколько Он падал По метров 600 Так как Женат Был Проклинатель И паншир И весь Этот дикий Неласковый Мир Лишь Сердце Прижало Кинжалом К скале Вот Мы идем Пожалуй Пожалуй Надеюсь Это тоже Просто Вот Еще Одна Песня Ну ее знаете Веселая песня Я не знаю Крайняя Сейчас Какую Там еще Какая там Паспусть Песню Ну ладно Не ладно На какой Тресфакте Ольга Пример Да это Слушай Это хорошая песня Сейчас Дорога А Дорога Да Это не моя песня Кстати Тоже самое Не знаю Кто Я услышал У наших советников В Афганистане Ну какой Древних Хасиль записан Но это Песня Разведки Точно Потому что Советики были В внешней разведке И оттуда же На диверсионную И легальную Разведку А песня Как качевала Качевала Из союза Путылевых Автор Неизвестен И опять же Женщина Получается Невольная Тому Кто ждет И верит И ждет Обязательно Дождется Но не все Тот тысяч Дорог Походи И снова Далеко Далеко А что там еще Впереди Дорога 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 А что там еще Впереди Дорога 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 Ты в сердце Своем Успокоен Напрасно Напрасно Тревога У нас Просто адрес Такой Дорога 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 У нас Просто адрес Такой Дорога 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 Я выйду Живым Из огня А если Погибну До срока Останется После меня Дорога 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 Останется После меня Дорога 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 Сто тысяч И снова далёко-далёко, А что там ещё впереди? Дорога, 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 А что там ещё впереди? Дорога, дорога, дорога. И меня напрасно не ищи, В сутки шумного вокзала Море начинается с причала, Песня начинается с пути. И швенки вех километровых, С позабытых снов и сказок новых, Песня начинается с пути. Песня начинается с друзей, Песня на проверенных и гладких, Пишут их не школьные тетрадки, И не для оценки знатоков. Пишут их не школьные тетрадки, И не для оценки знатоков. Песня начинается с тетрадки, Не всегда проверенных и верных Струны, как натянутые нервы, И их не осторожно не порви. Струны, как натянутые нервы, И их не осторожно не порви. Песня начинается с тетрадки, Если ты с собою не в раздоре, Если ты встречать умеешь зори, Чувствуя, как вертится земля. Спасибо вам большое. Перевал Кармужон, А, да, спросил. Еще одну песню. Она просто так, да. Перевал, потому что он пришел, Спросил давно. Перевал Кармужон, незабываемый. Не в хорошем смысле незабываемый, Просто забыть невозможно. Перевал Кармужон, Это там, где с Пакистаном граница, Высокогорье. Там лазуритовые шахты. Там по звездке ползком местные, Согнанные туда, в качестве рабов почти, Добывали этот лазурит, Продавали его в Пакистане, Покупали оружие. И сюда, в общем, длинная схема. А нам, Паша, пришла сдача в армии, И нам. Глядь, этот самый перевал, И, главное, на летную площадку, На верху, где садились самолеты, При тетрадки, Где полк стоял тушманский целый. Ну и вот, воспоминания такие. А вот действительно, его не видно. Вот название Шахрон Мужон рядом, Вот там есть километры. А этого нет. Пунктирчики такие. Перевал Карамлужон, Перевал Карамлужон, Здесь мы лезли на рожон, И рассерженно и дико, Эхо вторило, раскатал макарес. Говорят, познай себя, Мы познали много больше, Жизнь оценивая заново свою, Что судьбы бывает нить, Самой тонкой нити тоньше, И что счастье добывается в бою. Были звания ордена, Были звезды на погоны, Они этим не забудутся, Абуган. Сколько там осталось нас, На камнях Карамлужона Столько в памяти невылеченных ран? Сколько там осталось нас, На камнях Карамлужона, Столько в памяти невылеченных ран? Перевал Карамлужон, Не ищи на карте мира, На двухсотким он пунктиром Тонким дан, И только птицам виден он, Что уходит в их крыло, Зимовать на запредельный Пакистан. Только птицам виден он, Что уходит в их крыло, Зимовать на запредельный Пакистан.